Добрый день! С вами Ирина Богнюк, канал Исадьба Багеры. Сейчас у нас ноябрь, и я, как обещала, продолжаю показывать, что с моей березой происходит. Вот она буквально недавно сбросила листву, собирается спать. Вот смотрите, как она сейчас выглядит. Сейчас как раз мы ее обрежем. Во-первых, это многие плодовые и неплодовые деревья обрезаются или осенью, когда сбрасывают уже листву, или ранней-ранней весной. То есть февраль, март, в зависимости от климата. Березу довольно сложно очень рано обрезать, потому что она быстро начинает давать сок. И, собственно, поэтому и потому, что сейчас очень хорошо видно все недочеты и все у лиственных, очень хорошо всегда их рассматривают, даже на выставках их часто выставляют зимой, когда они спят. То есть потому что в этом определенная красота есть. Поэтому сейчас как раз видно, что не так, что идет не в те стороны и что можно будет обрезать. Ну, в общем, сначала о том, как она обросла. То есть после последней стрижки вот опять вот новенькие, новенькие все выросли, хорошие веточки, где-то хорошие почечки. Самое важное у меня вот тут вот из двух точечек развились хорошие почки. Вот они одна и вторая. То есть весной это будут, я надеюсь, будут веточки. Есть еще почечка чуть-чуть выше, где-то я ее тут... А, вот она, не видно. Вот тут на нее я тоже слегка надеюсь. То есть лучше потом что-то удалить, если будет не нужно. Но если она вот тут тоже разовьется, будет очень хорошо. И немножечко к тому, что вот я обрезала, оставляя вот этот пенечек вот тут. Это при первой обрезке вот большой. Вот посмотрите, он высох. Что, собственно, и хорошо. Так как я на нем обрывала, если на нем начинали расти, появляться почки и расти листики. Обрывала, видно, что он высох хорошо. И вот этот вот пенек, тоже он высох. Ну, еще не высох до конца, но видно, что он сохнет. И вот он сохнет ровненько вот так. То есть когда я весной, феврале, посмотрим, как будет перед пробуждением, обрежу. Вот это можно сейчас обрезать, но так как она зимовать будет на улице, то не хочется подвергать влажности всему такой большой срез. Поэтому оставлю их оба уже, эти пенечка, до конца зимы. И тогда обрежу здесь наискать, здесь вот так, по веточке, как видно. И будет уже видно, что планируется. Ну, а теперь что мы делаем? Значит, как обычно, всегда смотрим... Да, тут еще посмотрим вот это, насколько она держится. А так смотрим... Ну, вот она почти не поднялась. Так что я это уберу, чтобы у нас зимой не было ничего. Вот, она хорошо изогнулась. Можно еще сильнее, но в принципе не обязательно. И начинаем, смотрим, если что-то есть сухое санитарно. Но сухое я осматривала и буквально где-то одну веточку видела. Вот она сухая. Так что... Вот, теперь стрижем. Значит, из стрижки тут можно снизу начинать, можно и не снизу. Значит, смотрим. Так как это будет такая дождевидная в форме зонтика такая, то вот эти вот смотрящие ровно вверх абсолютно ни к чему. Они будут удаляться. Тут есть две почечки. Сейчас я срежу, покажу. Значит, одна почечка также вверх смотрела, поэтому ее я убрала. А почечка, которая вот... Есть шанс, что она будет вниз, она остается. Потом вот здесь примерно так же. Какая-то из этих двух почек все равно пойдет. Или она пойдет ровно, что тоже устроит, или она пойдет чуть ниже, что тоже будет хорошо. Вот эта вот прекрасная ветвь, но она очень длинная. Сокращаем, оставляя две почечки. Три почечки оставили. Вот эта идет так вверх не очень. И очень далеко уже от ствола настолько. Поэтому эту мы тоже удалим. Таким образом. Это все оставляем. Сокращать ничего сейчас не планирую. Они довольно-таки хорошие. Только вот то, что идет явно не туда. Здесь аккуратно потом еще выкушу этот краешек. Так. Вот еще идет. Ну, или ее можно будет пригнуть. Так что тоже пока не будем трогать. В общем, сильно-сильно выбивающиеся вот эту можно. Почка есть внизу. Она пойдет в любом случае ниже. Сильно выбивающиеся из задуманной формы мы обрезаем. Вот это тоже. Это вот так сократим. Вот тут что-то еще проснется явно. Поэтому таким образом. Вот это вроде как бы ни к чему. Но на этой ветве так мало почечек, что я ее оставлю. Вот эту торчащую вверх пока оставлю. А вообще должна вот. Вот это пойдет вниз. В общем, пока оставим. Тут пока мало почечек. А веточку надо поддержать. Ну, собственно, все. То есть, что можно еще было бы сделать? Обрезать вот эти две. Но я не хочу в зиму их оставлять. Большие раны. Сейчас дождливая осень. Это ни к чему. Ну и, собственно, все. На данный момент просто хотела показать, как она выглядит. Сколько много она вот готовит почек уже на будущий сезон заложила. И как меня все устраивает. Так что встретимся с ней. Ну, посмотрим. Или я ранней весной просто обрежу вот эти два. Потом покажу результат. Потому что, собственно, больше ничего не будет обрезаться. А потом уже дальнейшая будет и пересадка ее. И дальнейшая работа с ней. Так что мне нравится. Я довольна. И пока что она меня очень даже радует. Подписывайтесь на канал. Увидите продолжение. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok